Экскурсии на предприятие помогают студентам определиться с будущим местом работы. А тем, кому это сделать не удастся, могут обратиться в специальную службу. 30 лет. Именно столько служба занятости помогает соискателям найти для себя любимую работу. В числе помощников, будущих сотрудников и центров ЗАТО Александровск, претерпевшие за годы существования немало изменений. Центр занятости населения Большого ЗАТО – это три пункта. По одному в каждом из городов Александровска. Головной офис в Снежногорске в прошлом году заметно преобразился. Для людей с ограниченными возможностями здесь появились специальные лестницы с кнопкой вызова, тактильные указатели, санузел и пандусы. К такому обновлению готовят центры в Полярном и Гаджиево. Ремонт выполнят, как только на это появятся средства, подчеркивает директор учреждения. Первостепенной, приоритетной и ежедневной для специалистов по трудоустройству руководитель считает другую задачу. Я подчеркну, что наша главная задача – это для работника найти его идеальную работу, а работодателя найти идеального работника. В прошлом году, даже учитывая нелёгкую ситуацию в стране, удалось устроить в организации и предприятии Александровска порядка 900 граждан. Многим потерявшим основное место работы помогла программа по выполнению временных общественно полезных работ. Этот вид трудовой деятельности и сейчас пользуется популярностью. С каждым обратившимся в центр занятости ведётся сложная, кропотливая работа. От приёма документов и бесед до составления портфолио и выявления внутренних морально-эмоциональных настроек. Ты понимаешь, что людям необходима поддержка, и очень много у них внутренних защит, сопротивления, направленных на то, что нет, мы все взрослые люди, я там сам справлюсь, мне это не нужно. А в итоге по исходу взаимодействия, ну, ни разу её не сталкивалось с тем, чтобы человек сказал, что ему что-то не понравилось. Мы всегда помогаем, и справки, если какой-то не хватает, мы звоним сами и помогаем. И письма, почты отправляем, чтобы человеку помочь, если он даже сам не может. Телефона нет, разные ситуации бывают у людей. Поэтому мы всегда, вот это и приятно. Если будущий работник никак не может определиться со сферой деятельности, в Центре занятости предусмотрены программы по переобучению специалистов. Самыми популярными направлениями в Большом ЗАТО за последние годы стали мастер маникюра, парикмахер, продавец. Однако список профессий стараются расширять. Естественно, мы не стоим на месте, мы мониторим рынок труда, и отслеживаем тенденции, и стараемся как-то идти в ногу со временем, в ногу с желаниями работодателей, контактируем с обучающими организациями. А в этот период безработным особенно важна психологическая поддержка. В каждом из городов муниципалитета стараются оказать консультативную помощь соответствующие специалисты. Например, в Полярном это бремя лежит на плечах Ольги Янишиной. Психолог пришла в сферу трудоустройства в один из сложных периодов для всей страны в 90-е. Потому что это было время массовых сокращений, массовых ликвидаций целых предприятий. А если вспомним, какие это были годы, то потеря работы, это была потеря такого очень важного фундамента жизни. Вот в тот момент очень многие люди были просто дезорганизованы абсолютно. Поэтому вот помощь психолога я понимала и очень хорошо знала, что происходит с этим человеком. Сейчас уровень безработицы удалось снизить, заявляет специалист. Многие соискатели выбирают для себя путь предпринимательства. К этому также помогают подготовиться в центре занятости. Индивидуальным предпринимателям могут оказать неплохую финансовую поддержку. От будущего частника необходимо разработать и представить свой бизнес-план, стратегию своего дела. Например, Людмила перспективой работать на себя увлеклась не на шутку. Планирует начать с маленькой студии ногтевого сервиса. Уже составлен бизнес-план, какие-то уже есть плюсы, минусы, риски для себя. То есть тут уже, конечно, одно дело представлять, а другое дело начинать окунаться в это все уже, в цифры, в плюсы, минусы, реальности и доводы. Если дело пойдет в гору, а в этом не сомневаются ни инспектора, ни профконсультант, ни сама бизнес-вумен, студия вырастет в салон. Научиться зарабатывать могут и совсем юные Александровцы. Для них тоже предусмотрены особые программы летнего трудоустройства. В этом году предприятия муниципалитета готовы принять на работу более трех сотен подростков.